Прием членов семей погибших воинов – давняя традиция в Сочи. В Афганистан в 1979 году отправилось 723 сочинца. 16 не вернулись с поля боя. Их матерям и отцам слова соболезнования сегодня выразил глава Сочи, председатель городского собрания и непосредственно сами ветераны Афгана. Мы всегда о них помним, оказываем помощь. И очень хорошо, что во всей России сегодня и завтра будут вспоминать тех людей, которые, не щадя своей жизни, не щадя крови, своего здоровья, защищали интересы нашего государства. 15 февраля будет отмечаться День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. И 28-я годовщина окончания выполнения боевой задачи ограничен контингентом советских войск в Афганистане. Членам семей погибших воинов-интернационалистов вручили и подарки, в том числе и мобильные телефоны, чтобы те всегда были на связи. Самих же ветеранов наградили очередными медалями ветеран 40-й армии. Ну а в честь погибших – минута молчания. Мы не вправе забывать о тех, кто не вернулся домой. Мы будем вечно хранить память о них. Это наш долг. И на их подвиги воспитывать наше подрастающее поколение. И сегодня мы точно знаем, что патриотизм – это самое главное, на чем мы должны воспитывать молодежь. Наша задача – помочь молодым сохранить память о погибших, воспитать в них чувство ответственности за Родину, чтобы они стали достойными преемниками славы своих отцов и дедов. Хочу напомнить слова, которыми Россия встречала своих воинов 28 лет назад. Родина гордится вами. Родина благодарит вас. Родина рассчитывает на вас. 15 февраля в День памяти воинов-интернационалистов в 9 утра в Михайло-Архангельском соборе состоится панихида о погибших. А в 10 у памятника – Афганский узел, что в Комсомольском сквере – митинг памяти.